Урок 16. Групповой чертеж деталей. Для деталей-направляющей, у которой есть исполнение, создадим автоматическую таблицу исполнений, по которой будут определяться необходимая масса и материал данной детали. У деталей-направляющих есть исполнение, а именно, размеры данной детали изменяются. Также изменяться будет количество отверстий-направляющих, соответствующие указанным в таблице, и материал. Деталь-направляющая станка ЧПУ представлена в виде трехмерной модели длиной 700 миллиметров. Создадим для этой детали еще два исполнения, которое будем добавлять в таблицу исполнений. Для начала в дереве построений выберем вкладку «Исполнение». Перед нами отобразится наша деталь. Выберем «Создать исполнение». В данном случае к обозначению уже добавлен вариант первого исполнения. Здесь также можно изменить наименование детали, добавить комментарий и указать зависимое или независимое исполнение. Оставим настройки по умолчанию и сохраним выбор. И, как видим, было создано зависимое исполнение и направляющие, и давайте перейдем и изменим ее. В свойствах. Как мы видим, в данном случае также можно изменить обозначение, наименование детали, материал и другие свойства, относящиеся к зависимой детали. Закроем список свойств и создадим новое исполнение детали, которое будет являться независимым от исходной. Здесь уберем переключатель зависимого исполнения и подтвердим создание. В уроке 9 для данной детали ранее были созданы переменные, как количество отверстий N и длина детали, которые находятся из произведения количества отверстий умножить на 50. Вернемся в наше исполнение. Зайдем в управление исполнениями. Перед нами открывается менеджер документа, в котором можно изменять свойства исполнения. список исполнений отображается в столбце наименования. Он полностью повторяет структуру дерева построений. Здесь желтым цветом обозначено исполнение, которое является текущим, в данном случае выделено точкой. Любое изменение списка, такое как добавление, перемещение, будут автоматически передаваться в древо исполнения, и их отменить не будет возможности. Давайте создадим зависимое исполнение, используя менеджер документа. Для этого выберем «Создать независимое исполнение». И, как мы видим, данное исполнение отобразилось в таблице исполнений. Также оно отобразилось и в дереве исполнений. Также в таблице исполнений, выбрав соответствующее исполнение, можно сделать его текущим. И, как мы видим, оно теперь отображается как пиктограмма в текущем исполнении, а также в данном случае в дереве построений отображается точкой. Для удаления какого-либо исполнения достаточно его выделить и выбрать соответствующую вкладку. Также можно его переместить вверх и вниз или удалить. Также данную таблицу можно экспортировать в файл Microsoft Excel или открыть уже имеющийся файл в виде Microsoft Excel. Также этот менеджер позволяет считывать переменные, которые были заданы для текущей детали. Выберем данную опцию. Перед нами открывается окно переменных. Выберем необходимую переменную N, которая показывает количество отверстий на направляющей, и нажмем «Вставить». Как видим, данная переменная отображается в соответствующем столбце, и ее значение можно изменять. Давайте изменим количество отверстий в зависимом исполнении, а также в независимом. После внесенных изменений нажмем клавишу «Ок». Теперь делаем текущее соответствующее исполнение. Можем увидеть, как деталь автоматически перестраивается, используя переменную N. Также давайте изменим свойства независимой переменной, перейдя в соответствующую команду. Перейдем во вкладку «Материал» и выберем материал из списка доступных. Выберем «Сталь 20» и подтвердим наш выбор. Перейдем снова в управление исполнением и удостоверимся, что «Материал исполнения 0.2» был изменен на «Сталь 20». Также изменилась масса каждого из изделий, которых зависит как от длины детали, так и от материала. Следующим этапом будет создание чертежа с таблицей исполнений по данной модели. Выберем «Создать чертеж по модели». И теперь, как вы можете заметить, доступны указания исполнений данного, данной детали. Давайте выберем указанное исполнение. Выберем ориентацию модели сверху. Укажем угол поворота 90 градусов и масштаб 1 к 5. Выберем расположение чертежа, детали. Выйдем из вставки проекционных видов. Как вы можете заметить, основная надпись чертежа была автоматически заполнена соответствующим свойством вставленной детали. Как вы можете заметить, обозначение документа, его материал и масса соответствуют тому исполнению, которое было выбрано при вставке. Давайте изменим исполнение и увидим, как изменится основная надпись чертежа. Выберем исполнение номер 1 и подтвердим выбор. Как видим, чертеж стал перечеркнутым, так как изменились исходные параметры. Перестроим его. Теперь мы можем видеть, что обозначение документа стало соответствовать вставленным исполнениям, а также его масса. Давайте проверим третье исполнение. Перестроим, и мы видим, что материал, масса и обозначение были изменены на соответствующее исполнение. Давайте добавим таблицу исполнений в этот чертеж. Для этого выберем меню управления, отчеты и создать таблицу исполнений. Перед нами отображаются параметры таблицы исполнений, которые позволяют работать с заголовком таблицы, добавлять столбцы, удалять столбцы или перемещать их. Давайте переместим массу в крайнее правое положение. Количество знаков после запятой для количества отверстий, равное нулю, так как количество отверстий – целое число. Изменим ширину столбца на 20 для количества отверстий и для масс. И применим настройки. После этого нажмем кнопку создания таблицы. Разместим таблицу исполнений на чертеже. И, как мы видим, в столбце обозначения указаны обозначения всех исполнений данной детали. материал соответствует тому, который указан в свойствах исполнения. Также указано количество отверстий в каждом из исполнений и масса. Ссылки на таблицу исполнений были внесены в основную надпись чертежа. Как материал и масса. Субтитры создавал DimaTorzok